26 июня на московском ипподроме во дворочных заездах определяли десятку лучших четырехлетних лошадей, которые через две недели выйдут на старт дерби. В Москве по-прежнему стоит идеальная для бегов погода, в результате чего были обновлены три всероссийских рекорда. Начался день заезда трехлетних лошадей, в котором участвовали реальные претенденты на высокие места в призе гибрида. Висбург Лок пробежал тише своего рекорда и занял только третье место. А вот Солмейк Ярослав Лагвин на этот раз удачно принял старт и победил с большим отрывом. Его резвость 2 минуты 1 секунда. На втором месте скромная по записке Селена под управлением Тимирбулата Тунгатарова. Далее начался отбор на дерби. Первый гид первого отборочного приза был примечателен тем, что здесь разыгрывался большой котел в четверном экспрессе. И начиналась также котловая игра 6 побед. Со старта чудеса резвости показала Злынская Айгрин под управлением мастера-наездника Иштокина. Первые полкруга были пройдены за 58 секунд. Ближе к финишу мастерство гастролера, видимо, иссякло. Айгрин встала, а на первую позицию с дальних мест вышел неигранный Копейск под управлением Аллы Киселевой. Он победил с резвостью 2 минуты 1,5 секунды, которая в прошлые годы гарантировала участие в дерби. Но на этот раз все оказалось сложнее. Второе место – Убеспечный, под управлением Дениса Николина, 2 минуты 1,7. Лошадь, привезенная Геннадием Большаковым, в этом году это был Багратион, финишировала только третий, с резвостью 2 минуты 2,6 секунды. Во втором отборочном заезде стартовал главный фаворит дерби – Хорист, под управлением Раэля Кабрашидова. Проблем у этого сына реал-лидера по дистанции не было никаких. Он финишировал первым с очевидно проходной резвостью – 2 минуты 0,0,4 секунды. Второе место заняла Присяга – прошлогодняя рекордистка, привезенная из Ульяновска. На Присяге выступал Михаил Владимирович Козлов, который успешно решил локальную задачу. С резвостью 2 минуты 1,1 присяга попала в десятку дербистов. В третьем отборочном заезде фаворитом считался Манхэттен Лок, под управлением Андрея Вилкина. Он очень мощно лидировал по всей дистанции и победил с новым всероссийским рекордом для 4-летних лошадей русской ресистой породы. Его резвость 1 минута 58,7. На второе место на финише выбрался сын Бертолио Прибой, на котором ехал Денис Николин. Прибой сбросил 6 секунд и показал результат 2,0,8. В четвертом отборочном заезде был снят, пожалуй, самый обсуждаемый участник – Пабло. В его отсутствии фаворитом считалась лучшая трехлетняя лошадь прошлого года – джекпот. Владимир Кондратюк грамотно провел джекпота по дистанции. Закончил бег первым с резвостью 1,59 и получил путевку в финал. Вторым финишировал Эппо Слок Кристина Соколова. Его резвость 2 минуты ровная. Майская победительница «Орбита» на этот раз выглядела бледно и закончила дистанцию с проскачкой. Со второго гита первого отборочного приза снялись Копейск и Багратион. Судя по всему, их наездников вполне устраивала перспектива стартовать в призе гильдейца. Выиграл гид Денис Николин на беспечной, которая пробежала тише, чем в первом гите. В итоге эта копыла попала в приз гильдейца. Ну а в дерби Василия Панченко будет представлять прибой. Во втором гите второго отборочного приза снялись Харист и Присяга. Они уверенно прошли в десятку. А вот Локацким, Паскалю и Сириусу надо было здесь показывать максимальный результат. Первый гид сложился для них неудачно. Оба этих жеребца, принадлежащих семье Толстопятого, успешно справились с поставленной задачей. И с резвостью, чуть хуже, 2-0-1, попали в финал дерби. Первым финишировал Паскаль Лок, Лариса Танишина. Вторым – Сириус Лок, Руслан Киселев. В третьем отборочном приза со второго гита снялись все, кроме неудачно пленевшего в первом гите Пекина Лок. Раэль Габрашитов уверенно вывел в финал и этого, уже третьего жеребца из своей конюшни. Напомню, что кроме Пекина в дерби примут участие Харист и Эпос. Все три лошади были куплены полуторниками на аукционе в Локацком конном заводе китайским коневладельцам. В последнем отборочном заезде смогла все же пробиться в десятку лучших Липецкая орбита под управлением Ольги Исаевой. Итак, по результатам отбора в дерби должны принять участие пять локацких лошадей – Манхэттен, Эпос, Паскаль, Сириус и Пекин. Еще один дербист был передан Локацкому заводу как алиментный – это Харист. Соперничать с этой локацкой шестеркой будут рожденные в Чувашском конном заводе присяга, прибои из хозяйства Панченко, рожденный у Таракановских джекпот, а также липецкая орбита. Компания очень сильная. Любители бегов надеются увидеть красивую борьбу в финале. В двух последних заездных днях были установлены еще два всероссийских рекорда. В 14-м заезде бежали лошади старшего возраста. Без проблем играючи победил Михаил Владимирович Козлов на американце Яро Гановере с резвостью 1 минуты 56,8 секунды. Но рекордистом стал отечественный форпост Лок, на котором ехал Александр Плессер. Александр Абрамович в своем фирменном стиле принял на стол сзади. Но это не помешало форпосту Лок финишировать вторым с новым всероссийским рекордом 1 минута 57,7. Ну а завершился день сенсационной победы Евгения Харнаухова на трехлетней афише СИН. Афиша лидировала по всей дистанции и показала рекордные секунды 2 минуты 1,2. Соконюшеница-рекордистки Лохацкая Чезана финишировала второй на шею сзади. Этот заезд определил судьбу призового пула в игре 6 побед, который с учетом котла превысил 700 тысяч рублей. Несмотря на победы неигранных Копейская и афиши СИН, в кассе были предъявлены два выигрышных билета. Мастерство игроков на московском ипподроме достигло поистине космического уровня.